Впереди две локации, придется... В Пантелеичу поедете? К нему уже поехали, но не я, я ездила к Лёне Голокову. Интересное имя, но не я. Лёня Голоков? Ну, в общем-то, бодрячком, оптимист. Да, снимается, играет, склинает с воодушевлением. Всю эту историю, ничуть не обижена людей, которые винили его какое-то время. Так не так много и винил еще, на самом деле. Не, нет, нет. За что? Ему в любом расстаде за что? Он это воспринимает именно как сыгранное, причем очень хорошо сыгранное имя. Он не понимает, что люди, может быть, некоторые... Спровоцировал. Памера пишет. И на чем мы остановились, да, с того момента? Да, мы остановились, как это все было. Но опять же, приходится вспоминать. Я же расспрашивал. Мне интересно, откуда такое богатство? Сколько это? Как это было? Почему все это осталось? Пирамида существовала полгода. Ну, я помню, начала рекламу появляться. Я ее видел несколько раз там. Они же там циклы, разные рекламки. Там одна тема подбрасывается про сапоги, потом дом в Париже. Помните, даже подряд-подряд-подряд курс растет. И меня еще тогда удивляло. А, я не вдавался в цифры. Там же за месяц удвоение суммы шло. То есть это очень быстро росло. Не помню. Где-то ближе к началу. Там просто что-то купило. Но опять же, я тогда ветер в голове был. Абсолютно не интересовался потом уже. То есть немножко просто попробовать. Потом легко получилось продать. Там через месяц удвоить сумму. О! Работает. Проверка. Работала на маленькой сумме? Ну, соответственно. Ах, работает. Значит, можно в двух ног и больше. А дальше азарт проходит уже. То есть я думаю, это было именно так. Хотя сам не могу ничего сказать. Я тогда ничего такого не испытывал. То есть про собственные чувства не скажу ничего. Может быть, азарт. Угу. И таким образом в МММ оказалось почти 6 миллионов. И когда вы остались соответственно без них? По-моему, конец лета, август. Когда пирамиду закрыли резко. Вот это был случай, когда на большинство людей не смогли получить обратные деньги. Но опять же, ее закрыли, она не развалилась. Кто знает, что бы было дальше. Ведь на тот момент пирамида аккумулировала себе уже треть бюджета страны за огромные деньги. И, между прочим, они должны были быть потрачены на народную приватизацию. Помните же эту историю, что часть акций Газпрома 8% были выкуплены на деньги вкладчиков. И Газпрома только одно из предприятий. Там был целый список. Куда попали практически все самые известные предприятия. И Автопром, и Нефтянка. То есть идея была у пирамиды такая. По сути дела, собрать средства чуть-чуть народа, собрать большой куш вместе и вложить его в реальную экономику. Чтобы реальные предприятия страны принадлежали более-менее равномерно народу, людям. А не просто кучка олигархов, которые хап себе. Их там можно посчитать по пальцам. Но им все почему-то принадлежит. А тут бы пропорционально вкладам ОМОН принадлежало все людям. Обычным людям. И они бы потихонечку получали дивиденды. Соответственно, нефтянки с ресурсов страны. Как это сейчас в некоторых арабских странах. В Арабских Эмиратах уже часть дохода с их нефти распределяется среди жителей этой страны. С момента рождения. Да, причем с момента рождения. То есть они получают за пользование своими ресурсами. Кувейт. Вот. Кувейт, да. Мы могли бы жить точно так же. И тогда у нас бы не было такого количества людей, живущих ниже черты бедности. Был бы просто нормальный социальный уровень. Были бы богатые, конечно. Ну, как всегда. Человек, который предприниматель, он может себе заработать. Он имеет на это право. Но не было бы таких сверхбогатых и сверхбедных. Не было бы такого ужасного контраста. Вот, собственно, как я вижу эту ситуацию? Зачем это было сделано? Ну, не дали. Остановили эту пирамиду. А тут как вот с самолетом. Пока он летит, все хорошо. Но если ему не дать долететь до пункта назначения, погибнут все. Потому что упасть с такой высоты и выжить нереально. Здесь случилось то же самое. Пирамиду остановили, естественно, были жертвы. А если бы ее не остановили, дали дойти до конца, кто знает, в какой бы стране мы сейчас жили. А как долго ли ваша мама пыталась вернуть себе деньги и долго ли надеялась на то, что все-таки хоть какую-то сумму выплатит? Ну, судя по тому, что она не выкинула сразу все эти билеты, видимо, надеялась. Но потом, честно говоря, я уже сам его говорил, потому что ему нравятся такие красивые бумажки все-таки. Архивы? Ну, тут, ну не знаю, меня всегда как-то жалко выбрасывать. Вроде на это было потрачено какие-то усилия, какие-то деньги. Жалко просто так выкинуть. Тем более, это история. Я сейчас тоже занимаюсь восстановлением истории. Оцифровываю архивы кинопленок, там, слайдов для людей, для частников. То есть, по сути, у меня вот тянет. Восстанавливает людскую историю и воспоминания. Так что, может, от этого как-то идет изнутри. В общем, мне стало жалко. Я говорю, давай это все мне. Я уже похороню. Как с ним, глядишь, что-то выйдет. Я сперва думал даже, что, может быть, коллекционером буду потихонечку в коллекции их сбывать. Потому что есть люди, которые собирают различные банкноты разных времен, различные акции, купюры там. Ну, в том числе, кстати, ваучеры приватизационные тоже. И устраивают коллекцию. Некоторые особо интересные такие дизайны делают. Например, оклеить вот такими купюрами какую-нибудь стену. или положить под плитку под прозрачную. Ну, то есть, как элемент дизайна. То есть, многое. Я вот поэтому и хранил. То есть, если бы даже не получилось бы возместить, а у меня получилось возместить, это кстати. Так что, по-любому бы... Что, каким образом удалось возместить? Какая сумма? И как это все? И когда? История вообще фантастическая. Дело в том, что MLM-то сейчас новая, как бы, MLM-резагрузка, MLM-2011, новая система, она уже год существует. И где-то примерно в августе, конец августа, в Мавроди на своем сайте решит объявление о том, что внимание всем моим старым вкладчикам. Сейчас мы делаем перерегистрацию всех пострадавших. И я обещаю, что он говорит. Мы вам начислим компенсацию в соответствии с вашими вкладами. Ну, всех это, конечно, очень удивило. То есть, откуда денег у него нет? Он же откуда? Все имущество написано, да у него и не было никогда ничего. Собственно, 17 КАМАЗов, которые вывезли и неизвезли, неизвестно куда, они так и пропали в него-то их. Никогда не было. Откуда он возьмет деньги? Ну, начали думать, что, возможно, это будут те самые восемь процентов акций «Газпрома», которые сейчас примерно оценили на 20 миллиардов долларов. То есть, думали, сейчас, сейчас ему... Ну, кто ему даст их иметь заниматься? Они же на частных лиц, в соответствии с правилами проектизации, они были распределены между частными лицами. То есть, это целая проблема. Сейчас их вот так вытащить обратно. И не дадут им ничего сделать. Поэтому, ну, видимо, за счет «Новой пирамиды» сразу подумали, откуда еще могут быть деньги. Ну, и думали, а-а-а... Я думаю, да, просто слова. Но объявление было, и я думаю, ну, чем черт не шутит, подам заявку. Я его увидел сразу, в общем, в первый день. То есть, я думал, что все-таки повезло. Потому что, выплаты действительно начались, но разве? То есть, говорит, сейчас мы попробуем, то есть, давайте сразу не очень много, а то развалите, раньше времени не надо. И... А я ему показывал вот этот ящик. Я ему заявление подал. У него целый ящик, вот миллионов шесть. Он говорит, ну, нет, шесть миллионов, это, конечно, много, это слишком. Ну, ладно, миллион. Счислим там миллион. В новых Мавро, на личные счеты, в кабинете, в новых единицах, вот этих Мавро. То есть, на электронные счеты они перевели? И сколько бы это было денег, вот, Мавро, если перевести, то это сколько? Ну, это около... На тот момент, Мавро же растут, на тот момент это было 20-ти процентный Мавро, около четырех тысяч Мавро. Это как раз и есть миллион рублей. Но дальше что было? Мы договорились, что... Конечно, это приятно, что подарят миллион, но по отношению к прочим вкладчикам, которые пока ничего не получили, я думаю, это будет не очень корректно. Сейчас я буду брать миллион. Конечно, мне очень приятно. Да, это здорово. Но, может быть, лучше сделать что-то полезное. Мы договорились, что 90% этой суммы остаются в пирамиде и при первой же возможности будут потрачены на благотворительность. Ну, вы можете в этом убедиться, потому что там в новостях выкладывались истории о проведенных... Множество было акций, то есть построены были детские площадки за счет средств вкладчиков, вот за счет этих пирамидальных средств. В основном это были маленькие города, это было в Украине, то есть местные бюджеты не могли себе позволить это сделать, а вот люди собрались их и построили. Вот, то есть мы этим так распорядились. Оставшие 10% это 100 тысяч. Ну, 20 я вывел сразу, чтобы просто... Люди начали говорить, да блин, это все фигня, мол, тебе что в кабинете нарисовали, не надо этому верить. Я говорю, да, сейчас я выведу хотя бы кусок, покажу, что это правда. Вывел 20, показав. 80, положил на полгода, заморозил. Ну, там есть такие возможности сейчас, что рост в месяц в процентах увеличивается, если обещать не снимать определенную сумму. Ну, я на полгода их положил. То есть мне, я думаю, хватит. Нам с родителям хватит. А вот эти 20 тысяч я людям показал, что да, действительно, все в порядке, все платится. И положил своей маме, собственно, которая эту всю кучку я заработала. Я ей положил и говорю, вот смотри, сейчас ты будешь снимать каждый месяц проценты, натекшие из этой суммы. Это тебе будет вторая зарплата. И вот, начиная с сентября и до сего момента она получает эту вторую зарплату. Потому что проценты набегают, мы их снимаем, а остальная сумма продолжает расти. Вот и все. Для вас EMOM 2011 стало чем? Это как действительно второй заработок? Или вот его фраза, да, во-вроде фраза, что действительно можно вложить деньги и лежать на диване, смотреть за тем, как быстро растут ваши деньги, да, приумножаются. Вот вы в это верите? Можете сейчас пойти уволиться с работы и надеяться только на EMOM 2016? Нет, у меня в общем-то неоткуда увольняться, у меня давно свой бизнес уже. Я для самой знать, давно уже не мог вот так работать на кого-то просто так, не понимая, просто тупо выполнять какие-то операции, потому что мне так сказали, получаю какой-то там кусок. Мне всегда интересовало что-то делать в своем. Я уже говорил, что мой бизнес связан с оцифровкой и с восстановлением истории. С переводом из аналога в цифру, с сохранением старых воспоминаний, старого кино, старых записей, старых фотографий. Я это все реставрирую и устанавливаю. Это не приносит больших денег. Но это приносит ощущение, что связываешь времена, уходящие и нынешние. То есть, может быть, благодаря мне, некоторые люди увидят тот пласт истории, в котором они не жили вообще никогда. И увидят тех людей, которых уже нет. И смогут увидеть их не с экрана телевизора, проведенную через монтаж, а именно в живьем, в таком виде, как это было в жизни обычными глазами обычных людей. Это очень интересно, быть причастным к этому. Но это не даст миллионов. А пирамида как раз и компенсирует эту часть. То есть, я могу заниматься своим любимым делом, при этом быть уверенным в завтрашнем дне. Но для меня даже не эта мотивация. Это просто как бы удачно добавилось. То есть, я не ожидал, что она появится, но очень хорошо, что она появилась. Потому что она сейчас дала шанс, что мы вместе, собравшись, поменяем все-таки ту жизнь. И сделаем на такую, как нам надо. Я не думаю, что сейчас мир построен справедливо. Если в 1994 году не получилось дойти до конца, ну, я думаю, просто мир был не готов. Ну, в России было время перемен, но весь остальной мир прожил себе и жил. А сейчас посмотрите, что творится за рубежом. Вот эти огромные толпы людей, которые вышли в Америке на улицу движения против банкиров «Фолл-стрит». Помните? Ну, в Америке классная страна, вроде там все окей, все хорошо. Чего они выберлись на улице? Зачем? Чего им не жилось? Значит, все-таки проблемы у них. А в Европе? А сколько сейчас банков начинают сыпаться? Вот буквально конец того года. Несколько прибалтийских банков. Вот же почти Европа. Ничего, они обанкротились. Раймонд Паулс деньги потерял в одном из этих банков. И кто им их вернет, кто им их компенсирует. Это банк! Надежный банк! Ну и где эта надежность? А история 2008 года. Я вкладывал в банк. В Евгенструнбанк вложил. Ну, не очень много там, терпимую сумму. За один день 90% потерял. И таких людей где-то 25 тысяч примерно. А в МММ вы верите? То есть не боитесь, что и она может в этот раз? А МММ не банк. Риск есть, я понимаю. Но в чем разница? МММ это, по сути, люди, которые в нее входят. Это не то, что человек пришел и деньги кому-то отдал, в какую-то организацию, и он их не контролирует. МММ это те самые люди. То есть нельзя сказать, что я пришел и отдал деньги в МММ. Я часть МММ. И так можно сказать каждый участник. Он не отдал деньги, он присоединился с ними. Это как большая касса взаимопомощи, как большая тумбочка. То есть говорят, где берешь деньги? Есть тумбочки. Вот эта тумбочка на, ну сейчас сколько? Сейчас больше 11 миллионов человек. Вот одна тумбочка на 11 миллионов. У человека есть свободные деньги, но вот он заработал. Ему сейчас не надо. Он, допустим, подождет месяца три и хочет купить машину. Но пока ему деньги нужны, он их положил в тумбочку. Ими сейчас будет пользоваться другой человек, которому сейчас надо еды купить, например. Через три месяца он придет и возьмет из тумбочки столько, сколько ему нужно. В соответствии с правилами. Вот такой принцип. Если кого-то пугает, что там процент такой большой. Хм, это понятно. Процент может быть вообще любым. Он не имеет значения. Вы представьте, если из пирамиды никто не будет забирать деньги, она будет существовать сколько угодно. Если просто создаться условия, при которых забирать не нужно. Чисто психологический момент. Но все ждут, что они будут расти дальше. И никто не забирает. И не важно, что в пирамиде происходит. Она будет существовать. А если перестают вносить? То же самое. Перестают вносить, но перестают забирать. Ничего не меняется. Пирамида рухнет, если по какой-то причине иссякнет поток новых кладчиков. А старые начнут забирать. Но сейчас ситуация такая, что мало того, что поток кладчиков гораздо быстрее. Это больше, чем количество, которое забирают. То есть оно даже с большим запасом превышает ту необходимую скорость расширения. Потому что скорость можно примерно рассчитать по размеру процента. Если в 1994 году сумма двоилась каждый месяц. Сейчас все гораздо медленнее. Процент обычно это 20. И небольшая категория льготников имеет повышенный процент. Вот все эти проценты 30, 40, 50, 60 и 75. Они связаны с заморозкой. То есть когда человек гарантирует, что определенное время он забирать деньги не будет. Например, максимальный процент 75 сейчас. Это, во-первых, только льготнику возможно. То есть это либо пенсионер, либо инвалид первой и второй категории. Либо это многодетная мать с тремя несовершеннолетними детьми. То есть только вот эти три категории могут получать этот повышенный процент при условии, если они вкладывают на год. Год еще не скоро пройдет. То есть пока никто не получает 75. Все получают сейчас меньше. Размороженную сейчас максимум 50 процентов готовы. Скоро весной размораживается следующий. 60 будет уже. Ну вот смотрите, вот при таких условиях год пирамида просуществовала с большим опережением. То есть она расширяется быстрее, чем необходимо. Если уже, ну может быть, видели новость, самую последнюю новость. Сергей Пантелеич объявил, что будет розыгрыш новеньких BMW раз в неделю среди участников. Успели посмотреть? Нет, еще. Вот и оцените масштаб. Какое количество денег сейчас в системе. А то, что Вы говорили, когда только пирамида открылась, вы сказали, что буквально за какой период времени и сколько людей наберло? А, это я помню первый самый день, когда было объявление, все, стартуем, начинаем. По-моему всего там несколько минут. Мне казалось, что я одним из первых вложил. У меня номер был 196. Кто-то успел подать заявку до меня. Сразу 200 человек, это вот за несколько минут. На второй день уже было 2000. И все эти имейлы с регистрациями всели тогда в открытом доступе на сайте. Потом их убрали. Ну, потому что начали по ним спамить. То есть видели, о, сколько адресов, сейчас мы по ним рассылку. Ну, тогда было, конечно, сложно, потому что тогда было больше веры. Больше всего на веру. Потому что сейчас-то проще. Сейчас год уже просуществовал. Мы уже доказали, что пирамида работает сейчас. И чего бы ей разваливаться? Все по плану, все лучше, чем по плану. А что вы успели купить на дивиденды? А, это я покажу. Самый первый вклад у меня был очень маленький. Он, кстати, лежит там до сих пор. Я его так на память оставил. Не выкладывал. Он с самого начала лежит. Он там уже перекачался с одного депозита уже на другой. Его переморозил на более длительный срок. Вот так лежит. Это было 3000 рублей. Все остальные были вложены чуть попозже. Я успел немножко оборудование для своей фирмы купить. Я бы его обычным образом бы не купил. Потому что, как я сказал, бизнес там не очень окупаемый. Но хотелось просто давать услугу лучше людям. За те же самые деньги, не повышая особо цены. Я купил себе с помощью пирамиды. Немножко улучшил оборудование. Вот сзади у меня картина. Вот я ее купил, кстати говоря, за мало. То есть буквально поговорил с художником и говорю, вот я тебе дам меньше, но мы положим их влажно, и через три месяца ты их снимешь втрое больше. Как тебе такой вариант? Художник согласился. Говорит, ладно. Все. Вот, пожалуйста. Одна из первых покупок именно уже не за деньги, а за вот эти малые. И, кстати, интересная вещь, да? Перспектива. Что будет с пирамидой? Она новых людей убирает, убирает, убирает. Как пылесос средств. То есть человек говорит, когда-нибудь конец будет, да? Так ведь ожидают? Правильно. Правильно. Ну, выбрала она все средства в себя. Прекрасно. Теперь у нас новая единица Мавра. Можно в ней. Она новый эквивалент денег. Можно в ней рассчитываться, обмениваться. Зачем выводить? Выводить не нужно. Уже есть. Ну, картина это маленький пример, но просто в сентябре, может, это было в новинку. Сейчас это уже гораздо чаще. Сейчас уже машины за Маврой покупают. Я видел объявление о том, что продается дом или участок. Несколько раз я видел, продаются квартиры в каком-то небольшом городе. За Мавра. То есть человек реально не нужна ему эта недвижимость. Он готов ее поменять на депозит Мавра, подождать, когда он разморозится, он увеличится в несколько раз. Он ее купит что-нибудь другое. И эти сделки уже свершились. Отчеты пишут регулярно, потому что есть такое правило в системе. То есть получил выигрыш, напиши об этом. Чтобы все знали. И понимали, что тут не обманывают. Да, собственно, и нет. Мы люди сами друг с другом общаются. Видите, как удачно получается. Система очень интересно устроена. Ты с одной стороны к ней не придерешься, потому что просто частные лица обмениваются друг с другом деньгами. Деньги они уже заработали. Налоги с них заплатили. Ну, зарплату получают люди, да. Налоги с них взяли. Деньги у них, ну как, чистые уже, очищенные от налогов. Все. Они просто могут дать другому человеку, помочь ему. Потом другой человек или третий поможет ему. Все. Система-то действительно гениальная. И эти люди не пойдут на митинги, не будут там просить правительства, дай нам пенсии, повышай нам зарплаты, сделай нам это, сделай нам это. Они будут сами себе помогать. Они будут сидеть и счастливы быть. Правительство в этой ситуации может просто сидеть и радоваться. Им вент ничего не надо. Народ все делает сам. И он счастлив. Понимаете? В общем, самая главная фишка – это система. Смяты. Я думаю, а может быть мы на кухню пройдем, может быть вы как раз будете пить чай и смотреть. Я там сидеть нигде. А мы туда возьмем кресло, а кресло там уже есть, пару табареток возьмем. Да. Вот эту возьмем. Компьютер, да? Компьютер, да-да-да. Еще мне нужно один записать лайф. Вот вы когда здесь между собой втроем сидели, очень хорошо это звучало. Вот достать эту коробку откуда-то там, я не знаю… Прямо шкафа? Но здесь нету шкафа. Откуда-то под кровать. А там нету под кровати. Да нет, мы это обжали тогда. Или можно куда-то отсюда. Ну, давайте я со шкафа ее сниму. Такие слова. Что вот теперь вот эта вот бумага, которая раньше была шесть миллионов, теперь это всего лишь пойдет на коллекцию. Вы как бы говорили про коллекцию, что это будет неплохой, допустим, какой-то добавкой для какого-то коллекционера. Но, по сути, это уже не несут той ценности, которая будет… Так а что? Деньги возвращали не в обмен на… Нет, почему? Я часть отдал. Это еще осталось. Мне гораздо больше… Понятно, меня удивило. Да нет. Ну что? Понятно, за шестую часть… Не-не, они же их потом использовали даже для съемок, чтобы подтвердить. Ну да. Потому что люди начали спрашивать, а где, собственно, выплаты? Мы ждем, ждем, мы пишем заявки. А где? Я смотрел репутаж. Старики получали деньги, оставляли себе… А это было… Допустим, 400 тысяч выплачивают, себя оставляют 50 тысяч… Ну это было, знаешь, как это было в 15 сентябре? Они обязаны положить это. Ну не то, что обязаны, просто… Ну, им вежливое объяснение, что… Ну, разумеется. Представь себе, они начинают хапать… Да, конечно. Люди, как говоришь, всех толпы тоже начинают хапать? А смысл-то в чем? Чтобы у нас всех хватило. Андрюш, смысл в том, что человек кладет деньги, чтобы потом их снять? А ты-то объясняешь, чтобы они лежали? Да нет. Я объясняю вот в чем. Ну, миллион, а это не поможет. Ну, куда они их снимут, когда денег не будет? Человеку нужно снять энную сумму, он обращается к руководству, да, там… По своему руководителю. У него есть непосредственный руководитель… Ну, десятники, сотники, вот это, да? Это как большая сеть. Она связана между собой, связями между узлами. То есть у десятника есть сотни, сотника есть дальше, у обычного частника десятник. Вот эти узлы связаны между собой. И, соответственно, человек захотел снять деньги, он обращается к руководителю. Да. И где он их может снять? Тот, соответственно, дает согласие, что да… Да. То есть он проверяет его расчет. Расчет должен соответствовать общим правилам. То есть он не может снять сколько попало. А в соответствии с своим вкладом, в соответствии с схемой роста. И где он снимает? Ему переводят на карточку. Но, как это происходит? Если сумма очень большая, то он ее отправляет к руководителю, тот анализирует счет в своей структуре. У него структура больше, он знает, в каких узлах сколько находится. Он дает распоряжение. И из этого угла послать столько, из этого угла столько, из этого столько. И фактически к нему на счет к участнику приходит много-много-много маленьких сумм. Вместе они набирают ту самую нужную. А банки могут быть абсолютно любые? Абсолютно. Конечно, они могут что-то взломать в пределах одного узла. Но у нас есть внутренние определенные правила, которые мешают этому. То есть человек не может просто так верить электронной почте. А где эти были в облигации? Внизу. Вот они. Но они одинаковые все? Нет, они чуть-чуть отличаются. Вот, хватит. Давай пришли. Там именал немножко, дизайн разный. А есть МММ-фонд? Да. Там ОЗТ есть и, в общем-то, немножко разные. Там было несколько организаций тогда официально зарегистрировано. Но это же самое начало. Вот эти акции, это самые первые. Это тот самый эмиссия, которую еще разрешили официально. Вот эти уже билеты. Просто потому что эмиссию более крупного количества он хотел, миллиард, не разрешили. А так как пирамиду нельзя останавливать, то он принял решение уже билеты его пускать. Которые ценными многими не являются, а просто условно отражают вклад человека. Так, сейчас поглядим. Ну и получается, что хакеры, они могут какой-то, да, вот узел… Вай-фай забыл кричать. Какой-то узел они могут, да… Ну, если очень постараются, в принципе, могут. Хотя, говорю же, каждый узел защищается сам достаточно хорошо. То есть, если к ним пришла команда, он обязан ее проверить двумя-тремя способами. Что человек действительно ему передавал, что это его руководитель не только другой, что его почта не взломана, что он действительно давал такую команду. То есть, там проверки идут внутри. И если даже кому-то удастся подломать один узел, ну… в системе он не повредит. Это маленький кусочек. Ну, откусит он там чуть-чуть. Все равно его будут искать. Или если этот узел сбежит с деньгами, его все равно будут искать. У него подадут несколько заявлений одновременно сразу. Он сразу попадает. И теряет больше, чем если бы он просто честного полноса и финансов. Проценты достаточно велики. Ради этого не нужно мошенничать. Сиди себе и зарабатывай обычным образом. Не надо хитрить-то. И увеличивать свои риски многократно. Так, сейчас я подключусь в итоге. Ну, где… А кто… Ну, вроде-то нет, на ВП, вроде-то… Ну, это его брат. Ну, он так, он чисто номинально. Тогда, МММ, когда организовывалось, нужно было три человека, чтобы зарегистрировать юрлицо. Ну, да, поэтому… Там было три человека. И ребра… Мауродий Менникова. Два Мауродий Менникова. Да. То есть, они не участвовали и ничего не делали. Они были отключительно номинально. То есть, он даже всегда говорил, что он все дела великие делается родиночку. Угу. Да. Я же тебя слушал внимательно. Я слушал внимательно. Это логично. Чего? Ну, я тебя внимательно же слушал. Я же не согласен с твоим мнением. Хотя, ты рассуждаешь правильно, но в рамках определенных представлений. И в рамках определенных условий. Ты сказал, деньги должны быть заработаны общественным трудом. Прекрасно. Нет. Я сказал, что я верю в те деньги, которые заработали честно. Ну, прекрасно. А разве финансово не зарабатывает деньги, наоборот, зарабатывает давно больше. В этом дело, что есть такое деньги, если их напечатали больше, чем в реальных ценностей, то о каком честном турде уже может идти? То есть, ты играешь по честным правилам, но играй изначально нечестным правилам. Ну, так возьми ты эти штаты. По твоим словам, там вообще девять десятых дутых денег. Как и есть. Одиннадцать или двенадцать триллионов. А что, разве это нет? Они наоборот все экспортируют. Другие страны за них отдуваются, но они сами ничем не лучше. У них долг самый большой из всех стран. Да. Просто потому, что у них самая большая армия. Здравствуйте. Вы находитесь на сайте МММЖИР. Это сайт. Видели этот сайт, да? Вам Ким показывал это его сайт? Нет. Вы себя поставили в голову. Припадет. И отсюда можно зайти в личный? А я и пытаюсь сейчас это сделать. Вот он. Вход в кабинет. Прямо при вас входите или как? Нет. Понятно. Вы сначала завесите, что там уже все пароли. А потом просто, наверное, оператор попросит крупный снять. И там все что угодно можно создавать. Здравствуйте. 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 ВjinhanCytashi. Да. Мы тоже похожим на здесь. На мы тебе тоже похожим на здесь. Есть такой же дашборд внизу. Кошелочки. По шаричкам. Тут много разных них уже, там в долларах, рублях, евроя, украинских гривнах. Ну так всё, разумею. Ну всё, с ним там достаточно. Всё, спасибо. Спасибо вам. Спасибо нам.